Добрый день. Прописано, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно пропускать без очереди. Что, может быть, вернуться к опыту табличек или у нас граждане не пропускают ветеранов? Вы знаете, наша организация в СССР России очень много уделяет внимания не только членам семей погибших военнослужащих, офицерам, членам их семей, но и также, конечно, ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, их семьям. И наверняка мы все бываем в магазинах и видим, как тяжело пожилым людям, фронтовикам обслуживаться в этих магазинах. И это связано еще с тем, что во многих сетевых магазинах подход к кассам оборудован турникетами, получая такой некий коридор, в который выстраивается очередь людей, и ветерану невозможно без очереди пройти к кассе. Поэтому наша организация выступила с идеей организовать отдельную кассу для ветеранов Великой Отечественной войны, героев Советского Союза, труда, блокадников, узников концлагерей, гетто. И мы бы хотели еще обратить внимание на то, что в тех магазинах, где нет такой возможности, но уже имеются кассы для каких-то льготников, например, беременные женщины, инвалиды, как это сделано в сетевом супермаркете Ашан, просто добавить этих ветеранов, этих льготников, чтобы они в этих кассах обслуживались. Но что касается вот этих касс, специальных для беременных женщин и инвалидов, я, честно говоря, в Москве ни разу их не видел, но вам, конечно, верю. Они пользуются спросом? Они пользуются спросом. Я вот сам лично наблюдал в магазине Ашан, и инвалиды пользуются этими кассами, и беременные женщины, да. Но вот кроме затруднений, которые испытывают ветераны при обслуживании в кассах, может быть, им стоит помочь еще и во время выбора покупок? Да, мы бы хотели предложить таким торговым компаниям, может быть, договориться с какими-то волонтерами, если у них нет какого-то ресурса своего людского, или выделить специальных людей, которые бы, ну, хотя бы, может быть, на праздники майские встречали ветеранов в магазине, сопровождали их по магазину, оказывали помощь в выборе товаров, ведь на многих товарах очень мелким шрифтом написаны названия и сведения о товаре. Могли бы помогать выбрать товар, провожать до кассы ветерана, и ветеран оставался бы очень доволен, и таким образом мы бы окружили вниманием и заботой. Сергей Александрович, своим мнением по поводу вашей инициативы, по поводу выделения специальных касс для ветеранов, поделился Петр Шелич, председатель Союза потребителей России. Давайте послушаем его мнение. Она, мне кажется, весьма сомнительной и весьма неблагоприятной для реальных ветеранов и участников войны. Ну, представьте себе, каков возраст этих людей сейчас. Полагаю, что, ну, где-то минимум под 90 лет. Если кто-то помладше попытается вот в такой кассе обслужиться, то это вызовет большие сомнения, а может и скандалы, и нападки на него со стороны тех, кто стоит в очереди в других кассах. Что же касается тех, кому уже под 90 и больше, то я думаю, что это несчастный случай, если они вынуждены сами ходить по магазинам, покупать себе продукты. О них, очень надеюсь, заботятся их дети, внуки, может быть, правнуки. Ну, а те, кто живет один, попал вот в такую вот жизненную ситуацию. По закону обязаны социальные работники заботиться. Они за это получают зарплату. Они, в первую очередь, должны обеспечить такого человека продуктами питания, помочь с уборкой в квартире. И если где-то это не выполняется, вот за этим и надо было бы следить и обеспечивать, чтобы ветераны и участники войны получали достойное, предусмотренное законом и финансируемое бюджетом страны. Вот Сергей Борисович уверен, что могут получиться скандалы, но и он считает, что не очень много ветеранов ходит в магазин. Я не думаю так, потому что у нас, к сожалению, каждый год ветеранов становится все меньше и меньше. Я думаю, что все понимают, что ветераны, те, которые создали нам мир во всем мире, уничтожили фашизм, создали те условия, в которых мы сейчас живем, достигли тех успехов, которые сейчас имеет Россия. Они обязаны, вернее, мы обязаны предоставить им все льготы и окружить им вниманием и заботой. Сергей Александрович, и очень коротко, если сетевики уже отреагировали на Ваше предложение? Насколько я знаю, да, сетевики ждут письма и готовы решить этот вопрос. Спасибо Вам большое за Ваше мнение, за беседу. Гостем в студии был Сергей Ермоленко, член Президиума Организации Офицеры России. Мы обсудили возможность организации в крупных торговых сетях отдельных касс для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.